Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом сметанной карамели. Разогрейте посуду на плите с толстым дном. Аккуратно всыпьте 100 г сахара. Лучше брать широкую посуду, если сахар сразу весь не помещается. Насыпайте в два приема, когда первая партия подплавилась. Теперь на небольшом нагреве нужно растопить сахар до карамельного цвета. Регулируйте нагрев, приподнимайте сотейник, покачивайте его и помешать можно будет уже когда большая часть сахара, где-то три четверти растопились. Когда сахар достиг насыщенного цвета, постепенно вводите туда сметану, сметаной 150 г, прям по одной ложке и все время, непрерывно мешайте. Сметану нужно достать из холодильника заранее и можно подогреть ее немного в микроволновке, но, конечно, не до горячего, чтобы она свернулась. Будьте аккуратны, не обожгитесь. При введении сметаны лопатку или венчик не бросайте, как я, мешайте постоянно. Просто у меня здесь камера и мне не развернуться. А так старайтесь одной рукой вводить сметану, вторую мешать. Когда всю сметану ввели, добавьте щепотку соли и помешивая несколько минут прогрейте карамель. Прогрейте до тех пор, пока карамель не станет гладкой и красивой. За это время заодно растворятся и кусочки сахара, если такие образовались. Я прогреваю 3-4 минуты. Видите, вот такой. На этом нагрев можно выключать. Количество сметаны можно регулировать и добавлять ее меньше, если вы хотите получить совсем густую карамель. Дайте карамели 2-3 минуты остыть и добавьте 20 г мягкого сливочного масла и быстро вмешайте его в карамель. Когда масло вводите в уже немного остывшую карамель, оно придает ей сливочный вкус и такую красивую шелковистость. Карамель эта хоть и похожа на сливочную, но все же имеет свои отличия. На вкус она обладает легкой, характерной для сметаны кислинкой. Кому-то это нравится даже больше. И также отличается по консистенции. Она хоть и пластичная, но все же не такая текучая, как классическая сливочная карамель. Ну и конечно, у нее есть свои плюсы в том, что сметана более дешевый и доступный продукт. Вот такая сливочная карамель у меня получилась и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Когда она немного остыла, консистенция у нее становится вот такая. КОНЕЦ КОНЕЦ